У нас есть собственный бренд одежды и так далее, и так далее. При этом я являюсь христианином, долларовым миллионером, отцом троих детей и мужем прекрасной супруги, которая младше меня на 10 лет, и я ее очень люблю. И сначала все вообще было не так, было все сначала немного по-другому. И вообще на самом деле бизнес, которым мы занимаемся, он сезонный. И в жизни многих людей есть сезоны. Мы даже часто говорим так, люди церковные, они говорят, ну вот сейчас, наверное, не сезон. И в бизнесе такое тоже часто бывает. Кстати, если вы предприниматель, блогер или лидер, напишите, в каком сезоне вы сейчас находитесь. Сезонный у вас бизнес или не сезонный, и вообще что вы думаете и знаете о сезонах. И однажды в моей жизни произошла уникальная, удивительная встреча. Мы с моей супругой и тогда еще с двумя детьми на машине из Тюмени, представляете, насколько мы были обезбашены, мы поехали в Абхазию. То есть ехали мы туда 6 дней, останавливаясь в разных городах. Это было уникальное время, потому что мы ночевали у наших друзей, знакомых, в различных церквях останавливались. И это был прям такой классный период. И когда мы возвращались уже обратно, мы остановились у одной семьи, тоже наших друзей, наших знакомых. И у них была такая домашняя небольшая церковь. То есть они только там какое-то время переехали в Сочи, и мы попали на такое их служение, их собрание. Мы с Катей далеко из не самой такой харизматической церкви. То есть у нас такое чинное благопристойное собрание. Да, мы поем, танцуем, славим Бога. Но у нас нет каких-то таких ангельских перьев, которые летят, или бриллиантов, которые появляются. А вот эти ребята, они были такие вот прям мистические, да. То есть у них там была какая-то движуха там и так далее. И мы как-то так у них ночевали, на это на все смотрели, потому что для нас это было странно. Особенно для моей жены. И на тот момент у меня еще не было прям такого сильно большого крупного бизнеса. Я занимался разными направлениями, служил в церкви. Вот у нас, повторюсь, было двое детей. Вот уже было какое-то имущество. Ну, в общем, мы жили какой-то такой классной, благочестивой, простой жизнью. И не было чего-то прям сильно много сверхъестественного. Да, конечно, происходили разные чудеса. Да, конечно, Бог могущественно двигался в нашей жизни. Но что прям вот, знаете, такой какой-то сверхъестественной великой жизни не было. Вот такая жизнь обычных людей, обычных христиан. Я помню, как мы попали на это домашнее служение. Ну, чтобы вы поняли, это не было какое-то служение, там не было каких-то песен, играли. То есть, там просто начали молиться. И были я, моя супруга, дети были, по-моему, в другой комнате где-то. Вот, был еще, и было еще два брата. Ну, то есть, у нас всего было пять человек, да. Вот. И в один момент, как бы, один из этих братьев начал, я не знаю, вот сразу, то есть, вот давайте вот прям такую паузу, да, сделаем. Я не знаю, с какой вы церкви, с какой вы деноминацией. Вообще, может быть, вы вообще не церковный человек. Я не хочу задеть ничьи религиозные чувства, либо наоборот антирелигиозные. Ну, вот, как было, так было. Я тому свидетель. И в этот момент один из этих вот братьев, он начал, знаете, так говорить какими-то такими красивыми языками. Вот, молиться на языках, да. И он так говорил, говорил. И в этот момент одна из, ну, как бы, из сестер, их было всего две. Одна вот, вот эта девушка, да, и вторая моя сестра. Она начала, ну, как бы, по-русски переводить то, что он говорит, да, истолковывать, это называется. И для меня это, конечно, было вообще таким небольшим шоком. Я в первый раз с таким вообще столкнулся, хотя я читал в Библии, да, о том, что есть там говорение языками, там, и так далее, и так далее. Столкование. И все на это по-разному смотрят. Там, православные, католики, там, по-своему, баптисты, по-своему, там, пятидесятники, по-своему, харизматы, там, вообще по-своему. Разные деноминации христианские на это смотрят по-разному. Вот, я с этим сам вообще никогда не сталкивался. Слышал разные мнения, вот, но тут я вот как бы с этим столкнулся. И самое удивительное в чем было, что там появилось такое, знаете, сверхъестественное присутствие, да, то есть мы начали прям как-то на уровне материального мира ощущать как бы такое вот, ну, какое-то присутствие, как бы такого-то облака, да, вот, божественное присутствие. Не сказать, чтобы мы видели там, что там облако сошло, туманку, но мы, я как человек духовный, да, интуитивно понимающий многие духовные вещи, начал это переживать на уровне, ну, вот, каких-то своих внутренних ощущений. И это не передать, да, потому что это такой мой внутренний, субъективный, религиозный опыт. Вот, и она начала просто говорить вещи, которые знали только я и моя жена. То есть конкретно про нашу жизнь, про нашу судьбу, она начала это говорить. И я помню, как бы Катя, она что-то так откинулась, ну, моя супруга, да, и такая такая, что это-то вообще такое, типа, происходит, да, и она даже, по-моему, плакала там, я не помню. И, ну, и мы понимали, что это четко, ну, вот, то, что она не могла знать вообще эта девушка. И я сижу такой, помню, говорю, господи, господи, скажи мне тоже, да, вот, мы понимали, что, ну, как бы сверхъестественно, и Бог что-то говорит через нее. И я помню, что она, ну, он дальше продолжал говорить вот на этих языках, она повернулась ко мне и сказала такие слова. Если мне не изменяет память, ну, я попробую вам передать вот, ну, как бы, суть этих слов, да, она мне сказала вот так, да, ну, то есть, как бы, я понимал, что Бог говорит через нее. Она говорит, ты это дерево, вот, а я вообще церковь дерево жизни, да, если кто-то не знает, вот, ну, то есть, она говорит, ты это дерево. Я думаю, ну, ну, ладно, дерево. И она говорит, корни твои во мне. И тут я вообще уже, знаете, как бы так ухо навострил, да. Я понимаю, что, что это, ну, как бы, Бог говорит через этого человека. То есть, это странный опыт, да, и так далее, но она говорила опять то, что я очень хорошо знал. И, а дальше она говорит, люди видят внешне. И из-за того, что ты укореняешься глубоко в меня, ищешь меня и корни твои во мне, я сделаю тебя вне сезона. И я тогда вообще не понял, о чем это, вот. И мы, конечно, в таком странном ощущении состоянии вышли из этого, вот. Но, как слово Божье говорит, да, вспоминай, да, пророчества, которые были о тебе, там, и так далее. И я очень стараюсь некритично относиться к разным вот таким проявлениям, да. При этом я, конечно, думаю, там, молюсь, обсуждаю. Но в тот момент я прям понял, что эти слова были обращены ко мне. То есть, вспомним, да, ты это дерево, корни мои, корни твои во мне глубоко. Люди видят только внешне. Я зрю в корень. И за это я сделаю тебя вне сезона. Это был 2015 год. Тогда у меня еще не было ни блога в интернете, ни... Или даже 2014 год. Ну, в общем, 2014-2015 год. Не было ни блога в интернете, ни каких-то особых больших достижений в бизнесе и в служении. И так далее. Я вам напомню, что я жил просто обычной посредственной жизнью. У меня были разные сезоны в жизни. Были хорошие, плохие, благоприятные, не очень. И мы их там проходили с Божьей помощью и так далее. И дальше, да, давайте прочитаем от Марка 11 главу 12 по 14 стих. Я начал задумываться, думаю, ну, может быть, это такой, знаете, субъективный религиозный опыт. И как вообще Библия на это смотрит? Вроде же Библия говорит о том, что есть сезоны и так далее. И я думаю, как же на это смотрит? И есть ли что-то вообще в Библии? Я начал искать, да. И однажды Бог показал мне вот это место. Марка 11 глава 12 по 14 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, он, он это Иисус, взалкал. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли на ней чего, чего, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Помните, да? Ну, про внешний. Ибо еще не время было собирание смоков. И сказал ей Иисус. То есть, представьте, Иисус заговорил со смоковницей. Вы часто разговариваете вообще с деревьями, с птицами, с облаками. Как у вас вообще дела? Ну, то есть, если вы увидите какого-то человека, который разговаривает с деревьями, ну, вы подумайте, он того. Вот Иисус, при учениках это было, сказал. Сказал ей Иисус. Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. И смотрите. Прежде чем мы будем читать еще следующее место, давайте просто с вами посмотрим трагичность этой ситуации. Иисус взалкал. Ну, то есть, он захотел есть. Он подходит к смоковнице. Не находит на ней плода, чтобы ему поесть, чтобы ему вкусить. Находит на ней только листья. И сейчас можно биологически, там, генетически на это смотреть. Еще как-то. Ну, суть в том, что написано здесь, да, что ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смоков. То есть, другими словами, вообще был не сезон. Как вам? И вы скажете, ну, просто какая-то история несправедливая. Вообще, при чем здесь смоковница? При чем здесь смоковница? Почему он ее проклял? И давайте прочитаем дальше от Марка 11 глава с 21 стиха. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял. Страшные слова, да? Засохла. То есть, Иисус, оказывается, не только благословляет, не только покрывает, не только делает тебя богатым, как я часто говорю в твоих... Иисус, оказывается, еще может и проклясть. Понятно, что Иисус не проклинал людей, да? Но он может проклясть живой, в принципе, предмет, такой, как смоковницу. И он говорит, Петр, говорит, Рави, прикинь, она засохла. То есть, ты ее проклял, и она засохла. Иисус, говоря, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горея сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». И вот сейчас в контексте эту историю посмотрим, потом про веру Божью. Смотрите, друзья, что мы видим? Смоковница здесь вообще ни при чем. Но есть одно новое в всей этой истории. Когда Иисус подошел к ней, она перешла из естественного своего состояния, жизни в сезонах, в сверхъестественное состояние жизни с Богом. Потому что когда Иисус избирает нас, когда Он приходит в нашу жизнь и когда Он алчит, а что значит алчит? Значит Он нуждается, значит Он голодит, Он нуждается в нас. Неважно какой у нас сезон, мы можем сверхъестественным образом приносить для Него плод. И очень часто мы в нашей жизни соглашаемся и смиряемся с тем, говоря, у нас там не сезон, у нас вот там не сейчас не прокатит, у нас сейчас такое время, у нас сейчас не получится, у нас сейчас не то время, у нас еще что-то. Но Иисус стоит рядом и говорит, подожди, какой сезон, о чем ты говоришь? Нет никаких сезонов, я здесь. И знаешь, если мы смоковница, и мы с тобой понимали, что когда Иисус рядом, мы попадаем совершенно в другое время, попадаем совершенно в другую атмосферу, попадаем совершенно в другую обстановку, мы попадаем в сверхъестественную жизнь с Богом. И в сверхъестественной жизни с Богом нет сезонов. Иисус сказал, я пришел проповедовать лето, там где Христос, там всегда лето, даже если зима. Вот в чем дело. И если бы мы понимали, что наша земная жизнь, это ничто по сравнению с небесной жизнью, наши сезоны, это ничто по сравнению с вечностью, тогда бы мы, как верующие люди, как христиане, как те, кто верят реально во Христа, мы бы никогда не соглашались с тем или иным сезоном в своей жизни. Я помню, как я читал книгу Лестера Самрула, и он, старик, уже за 70 лет стоял перед зеркалом, и у него был сезон такой в жизни, что он старый, и вы скажете, ну нельзя же отрицать, что ты старый, да, у тебя морщины, да, у тебя может быть какие-то болезни, да, ты умрешь, здесь на этой земле, да, твое тело, оно умрет, вот, но он стоит перед зеркалом, и он говорит, Эй, ты, молодой человек, что ты делаешь в этом дряхлом теле? И знаешь, когда мы вот так верим, и мы имеем веру Божью, то есть мы имеем веру от Бога внутри себя, то тогда с помощью этой веры мы можем говорить сезоном, мы можем проклинать смоковницы, мы можем благословлять, понимаете, у меня один мой знакомый, он приезжал и проклял пивнушку, и она закрылась, ну то есть, понимаете, это сила слова верующего человека, мы с вами забыли, что мы, как люди, имеем огромную силу, огромную силу, если у нас есть вера Божья, и он говорит, если бы вы имели веру Божью, для вас вообще не было бы никаких проблем, жить вне сезона, делать что-то и так далее. И давайте откроем еще одно из моих любимых мест, это Слово Божье, Исайя, 22 глава, с 20 по 24 стих. И смотрите, вера Божья в то, что нет сезонов, вот что такое вера Божья, одно из значений этого, что когда мы просто верим по-человечески, по-человечески понятно, зима, лето, осень, от осинки не рождаются апельсинки и так далее, но когда мы имеем веру Божью, и когда мы находимся сверхъестественным, и когда Иисус подходит к нам, и у Него есть запрос на нашу жизнь и на нашу судьбу, мы с тобой можем наплевать на все эти сезоны, на все это время, потому что мы движим и вечностью, и мы движим и сверхъестественным словом, и сверхъестественным откровением от Бога и Его верой. Исайя, 22 глава, с 20 стиха, здесь замечательные просто слова есть о нас с тобой, друг. И будет в тот день призову раба моего, Иолакима, сына Хелкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опоишу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И смотрите, и ключи дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей, внуков, всей домашней утром, до последних музыкальных орудий. И вы скажете, ну подожди, Сергей, как же обетование дайное ною, помните, да, что с тех пор, как произошел потоп, сеяние и жатва не прекратится, будет день и осень, день и ночь, осень и зима, лето и так далее, да. Вот, конечно, в физическом и материальном мире это так, вот, но смотрите, присутствие сезонов это естественно, но когда ты живешь сверхъестественным, земные законы подвластны тебе, и начинается жизнь вне сезона. Как только я получил тогда это откровение от Бога, как только я начал задумываться о том, что, подожди, Сергей, так может быть тебе нужно перестроить, пересмотреть свою веру, пересмотреть свое христианство, пересмотреть свой подход к служению, к бизнесу, еще к чему-то. Не смиряться в хорошем смысле этого слова, не соглашаться с тем, что сейчас какой-то плохой сезон, или плохой день, или какое-то ужасное время и так далее. А просто начать двигаться верой, жить верой, обращаться ко Христу и говорить с Ним об этом, начинать повелевать, начинать приказывать, начинать говорить слова с властью, начинать говорить слова с верой и говорить, что сейчас не тот сезон, который я вижу своими глазами, потому что мы ходим верою и движемся верою, а не видением. Потому что если я начну смотреть на свой бизнес, на свою семью, на свое служение, на свою жизнь, на свое здоровье человеческим взглядом, мне нужно просто, как в том фильме, помните, который был про остров, или как он назывался, где Мамонов играл. Он просто лег в гроб, и все, он гроб уже себя приготовил. И многим из нас, если мы будем смотреть таким взглядом на свою жизнь, на свою веру, на свое хождение, нам просто нужно уже лечь в гроб и сказать, все, сезон закончился в моей жизни, я ухожу в вечность. И смотрите, что такое вера Божья? Это ключ. Ключ от дома Давида. Знаете, был в чем? Я думаю, что вообще то, что сейчас я скажу, мы, возможно, не слышали никогда. Я не знаю, насколько глубоко верующий человек, церковный, может быть, он вообще мусульманин, иудей, или еще кто-то. Но в чем были ключи дома Давидова? В чем была фишка? Как вы думаете? В том, что они верили в правильного Бога. Вот в чем была фишка. На протяжении Библии кто-то поклонялся идолам, кто-то поклонялся истуканам, кто-то верил во вселенную, кто-то верил в деревяшки, кто-то еще во что-то. И сейчас, когда мы посмотрим на этот мир, когда мы посмотрим на то, что происходит сейчас вокруг, мы увидим, что люди, даже верующие, которые вроде бы христиане, они поклоняются и верят далеко вообще не в того Бога, который есть Иисус Христос, не в того Бога, который живет вне сезона, который живет рамками вечности, который живет рамками веры Божьей, и который верит в нас с вами и в человечество, и до сих пор не уничтожил нас. Потому что он любит нас, благословляет, он любит нас так, как будто ему больше некого любить, как будто мы одни на всей планете. И в кого же верит Давид? В единственного Бога, в Иисуса Христа. Давид. И похожие на Давида люди, они уже тогда выбрали верить в правильного Бога. И уже тогда они имели общение с Иисусом Христом в Ветхом Завете. Он говорит, сказал Господь Господу, сядь одесну меня. То есть он уже имел откровение о Сыне Божьем. Он уже имел откровение о Духе Святом. Не имея Библии, друзья, не имея Слова Божьего, Нового Завета, не зная ничего о Христе Иисусе. Эти ребята, Исаия, Давид и подобные, они уже знали о Нем. И они уже имели общение с Ним. И они сделали правильный выбор. Жить вне сезона и верить в правильного Бога. И как вы думаете, какой сейчас сезон у этих людей, у всех этих Божьих людей, о которых написано в Евреях 11 главе и так далее. Их сезон сейчас в их жизни – это вечность. А в вечности нет никаких сезонов. В вечности всегда лето. Там всегда благодать. И знаете, однажды в моей жизни произошло опять же такое уникальнейшее событие. Я только приехал на миссию. Я уже где-то, может быть, даже рассказывал об этом. Но в рамках сегодняшнего нашего общения опять расскажу. Я открыл, помню, в подвале такой приемный пункт. У меня был небольшой приемный пункт химчистки. И там была такая лесенка. И по ней всегда бабушки спускались и подскальзывались. Я всегда думал, сейчас если какая-то бабушка упадет, голову разобьют. Меня не то, что бизнесом буду заниматься или служением. Меня посадят скоро. И у меня не было денег купить ковер. Я помню, мы с моим другом приходим в магазин. Я смотрю, там такой ковер, знаете, зелененький, продается. И я читаю цифру. И там огромные деньги тогда для меня это были. Ну, денег особо не было. Бизнес только начинался. Я еще работал дворником, подрабатывал там же в этом месте. Я помню, я выхожу. Я понимаю, что у меня нет этих денег. Но я вспомнил, что у меня есть вера Божья. Друзья, что я верующий человек. И что у меня есть такой инструмент, как молитва и обращение к Богу. Я помню, я закрыл глаза. И я не молился 8 лет, 10 часов не читал. Я просто сказал, господи, пошли мне ковер. И ничего не произошло. То есть ковер не появился вдруг. Сверхоестественным образом, да, этим такая полка и лежит ковер. Но прошло какое-то время, несколько дней. Я ходил, клеил объявления. Был весь такой одет в белой одежде. И шел по центру города. И вдруг началась вообще страшная буря. Ну, то есть деревья начали качаться. Ветер полетел. Я думаю, надо быстрее. Сейчас меня дождем зальет и так далее. Я, представляете, слышу звук просто. Звук такой. Я поднимаю глаза. Друзья, летит ковер. То есть с неба, представляете, летит ковер. Вы скажете, ну, Сергей, ну перестань. Ну, его откуда-то сдуло. Это же все как бы и так далее. Конечно, прежде чем произойдет сверхъестественное чудо в своей жизни. Когда был не сезон тогда, у меня не было финансов, ничего. Я просто помолился. И, конечно, этот ковер откуда-то сдуло. Но знаете, я всегда говорю, когда Илия был голодным, ему ворона носили. Помните, мясо. Как вы думаете, где они брали мясо? Сверхъестественным брали с неба? Нет, они приходили. Приходили, продлетали к какой-то шашлычной и брали оттуда мясо. И приносили ему, у каких-то, может быть, армян, у Ашота, да, армяне, привет. Они подлетали. Армяне же, они верят, что как раз еще с тех времен они были. Они подлетали, брали это мясо и приносили их Божьему человеку. И также и мне на тот момент просто этот ковер, представляете, летит. Я такой думаю, сейчас, если он упадет за забор, я его никогда не достану. И он такой раз-раз и прям ко мне под ноги. Я беру этот ковер. Он немножко пыльный, новый, представляете, новый. И я приношу его туда, стелю его. И он прям вот лег на эти лестницы, как будто его кто-то отмерил. Только в два раза больше, длиннее он был. Я его, помню, обрезал, половину ковра там в репцентр отдал, еще куда-то пожертвовал. И у меня была классная лестница. Я тогда понял, что значит благодать на благодать. Знаете, не просто перелетел ковер, еще в два раза больше, чем мне надо. И о чем я, друзья? Это такая интересная, смешная, поучительная история. Но нам с вами нужно понимать, что очень важно, очень важно иметь вот эти ключи. Очень важно верить. И очень важно не соглашаться. Очень часто в своей жизни не соглашаться с тем или иным сезоном. Я не знаю, что ты проходишь сейчас. Но я хочу помолиться сейчас простой молитвой. У меня есть... Мы верующие люди, мы говорим помазание, да. У меня есть это сверхъестественное откровение, сверхъестественная сила. Я много раз видел, как в критических ситуациях, когда были ужасные сезоны, какие-то ужасные события проходили, когда я просто молился, когда Христос подходил ко мне, как к той смоковнице. Он говорил, я алчу, и я просто обращался к нему. И знаешь, если бы смоковница на тот момент, она бы сказала, Господи, сделай что-то. Сделай так, чтобы я прямо сейчас на мне появились смоквы. Конечно бы они на ней появились. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас вот этой простой молитвой. И может быть вы не церковный человек. Может быть вы вообще не верующий человек. Может быть вы вообще впервые смотрите это видео. Но сейчас вас касается Дух Святой. И вы понимаете, что о чем я говорю, это для вас. Я хочу, чтобы мы помолились сначала той молитвой, которая дает возможность Христу подойти к нам. Писание говорит, что Бог, он не изверг, он джентльмен. Он никогда не будет насильно врываться в жизнь человека. Он говорит, все стою и стучу, и кто отворит мне, с тем вечерять буду. И знаете, смоковница, она должна была открыть свое сердце и свое листье для Бога, который подошел к ней. И также и Бог, он алчит не потому, что ему плохо. Он алчит и жаждет спасения нашей с вами души, друзья. Он алчит и жаждет, и стоит, и стучит в наше сердце, в наш разум, в нашу душу ровно только потому, что он хочет изменить наш сезон, нашу ситуацию и сделать его вне сезона. И есть простая молитва. Это молитва, кто-то ее называет покаяние, кто-то ее называет примирение с Богом. Я называю эту молитву открывание двери и сердца для Бога. Вот сейчас мы с вами говорили про ключи. И представьте, что у вас есть ключ, вы открываете дверь, и за дверью стоит Бог. И вы открываете дверь в свое сердце. Я хочу помолиться вместе с вами этой молитвой прямо здесь во время служения и предложить вам примириться с Богом, предложить вам пустить его в свое сердце. Возможно, вы отступили, возможно, вы уже верили, возможно, вы просто как-то смоковница уже засохли, иссякли, и в вас нет вообще никаких сил и энергии, но Господь сейчас стоит рядом и стучит. Я буду молиться этой молитвой. Вы можете просто повторять за мной или закрыть глаза, или просто включать свою веру, активировать, даже меньше свой разум, но больше активировать свое сердце. И если вы хотите, вы можете проговорить это своими словами. Я буду молиться сейчас. Дорогой Господь Иисус, Прошу, прости меня, прости мои грехи, беззаконие, мою сухость. Прости, что я не приношу, возможно, того плода, который ты хочешь от меня. Я прошу у тебя прощения и прошу тебя, Иисус Христос, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Я открываю перед тобой дверь. Перед всею землею, перед всем адом и перед всеми небесами я исповедую тебя, Иисус Христос, своим Господом и Спасителем. Благослови меня, сделай мою жизнь вне сезона. Пожалуйста, научи меня приносить плод для тебя. Научи меня быть здоровым, счастливым, благословенным, богатым, добрым на всякое доброе дело. Дай мне своего мудрости, своего помазания, своего присутствия. Наполни мое сердце любовью к тебе, себе и людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 И знаете, нам с вами, друзья, когда мы делаем выбор в сторону Иисуса Христа, в сторону Его Слова, в сторону Его Славы, нам с вами необходимо согласиться с тем, что Иисус Христос более реален, чем мы с вами, наша жизнь и эта планета Земля. Он стоял у строительства основания Земли. Он видел наш с вами зародыш, как он был соткан в чреве матери. И он, как никто, знает все сезоны, которые мы проходим. Он стоит рядом с нами и говорит, дорогой брат, дорогая сестра, сын мой, дочь моя, у меня есть для тебя будущее, у меня есть для тебя настоящее, у меня есть для тебя исцеление твоего прошлого. Я хочу в этом служении рассказать вам о одном Божьем проекте, который мы планируем делать в ближайшее время. Это молитвенные выезды. Молитвенные выезды, которые мы называем встреча с Богом. Встреча с Богом для предпринимателей, блогеров, лидеров, служителей, пасторов, да или вообще для просто людей, которые хотят встретиться с Богом, которые хотят пережить вот эту сверхъестественную встречу, возможно исповедаться, покаяться в своих грехах, просто провести прекрасное время. Мы будем делать эти выезды. И для этого вам нужно подписаться вот на ссылки, которые внизу под этим видео, потому что мы будем анонсировать в ближайшее время молитвенный выезд для христиан, предпринимателей, нецерковных людей, блогеров, лидеров, служителей. То есть это будет время, где будут служить предприниматели, священники. Это будет время, где вы сможете перезагрузиться, сделать такой некий ретрит, поворот, разворот вместе с Богом. И я вас приглашаю на это мероприятие. Еще у меня есть большое благословение для вас. Если тебя коснулось сегодняшнее слово, сегодняшнее служение, пожалуйста, поделись этим видео со своими друзьями, знакомыми. Просто благослови кого-то. Я знаю, что сейчас кто-то проходит трудный сезон, и для него нужно сообщение, месседж, послание от Бога, которое сегодня Бог сказал здесь, в этом слове о том, что для тебя есть жизнь вне сезона, и что Иисус пришел проповедовать лето. И Он говорит, придите ко Мне, все страждущие, обремененные, и Я успокою вас. Время благоприятное, время благопристойное. Именно то время, здесь, сегодня, сейчас, именно в этом времени Бог приготовил для тебя все самое необходимое и самое лучшее. подпишитесь на канал, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк, это поднимает видео. И если вы хотите как-то участвовать в наших мероприятиях, служениях и так далее, ссылки ниже, подписывайтесь, приходите на наши обучающие программы, жду вас на молитвенных выездах, с любовью, благодарностью Сергея Коростелев. И помните, Бог вас любит так, как будто ему больше некого любить. Друзья, еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами». Это благотворительный проект, который мы делаем командой. Это тоже наше служение. Мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития. То есть, это аутисты, инвалиды или просто талантливые дети. И мы также им раздаем удочки. То есть, мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую. К примеру, да, там, научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом. То есть, мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку. И через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении. Вы также можете найти ссылку или сделать себе, да, с телефона навести камеру на скриншот и сделать добровольное пожертвование. То есть, все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность. Если это есть в вашем сердце и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем, или, возможно, уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно. И да благословит вас Господь!